Появление турецкого языка, тюркский языки, корни турецкого языка восходят к алтайским языкам относительно горного хребта Алтая, расположенного в Азии, и эти горы проходят через Монголию, Китай и Казахстан. Согласно с тем, что его происхождение восходит к алтайским языкам, которые включают турецкий, казахский и татарский языки, и тюрко-монгольских языки, а некоторые даже считают, что он также включает корейский и японский языки. По мнению некоторых ученых, турецкий язык зародился 5000 лет назад, в то время как другие предполагают, что он восходит к 8000 годам и развился от символов до письма, пока не стал официальным языком во время османского владычества. Турецкий язык, который считается наиболее близким к используемому в настоящее время развития турецкого языка, алтайский языковой, казахский и татарский языки и тап. Это очень старый язык, датируемый примерно 5-9 тысячами лет до нашей эры, и этот язык включает несколько подъязыков, включая турецкий язык, и, по мнению некоторых ученых, для этого языка нет никаких ограничений. Фаза разделения это этап, на котором турецкий язык был отделен от основного языка, алтая, и он восходит к 4000 лет, и количество его общих слов со шумерским языком составляет 168 слов, а после этого этапа, турецкий и алтайский языковой казахский языки появился, и было два диалекта, восточно-турецкий диалект и западно-турецкий диалект. Этап древнетюркского языка. Этот этап начался с 7 века н.э. до 13 века, и на этом этапе начал писать турецкий язык, и на этом этапе появился первый турецкий алфавит, который является алфавитом гёг-тюрк. Также на этом этапе появился уйгурский язык, используемый мусульманскими уйгурами в Китае. Средний этап это этап между древними и современными турецкими языками, и этот этап начался после ислама турок и их влияния на арабские и персидские языки. И этот этап был в 13 и 14 веках н.э., и язык этого периода очень похож на язык карахан и использовался огустскими племенами. Современный турецкий языковой этап. Этот этап начался с основания Османской империи в 1299 году н.э. и объявление турецкого языка на нем официальным языком и продолжался до создания Турецкой республики Мустафо Кемалим Ататюрком в 1923 году н.э. Затем появился современный турецкий язык, и для построения независимого турецкого государства были заменены латинскими буквами в дополнение к введению некоторых иностранных слов в турецкий язык, и именно так нынешний турецкий язык распространился по стране. На турецком языке в настоящее время говорят почти 250 миллионов человек по всему миру, и есть различные диалекты турецкого языка, распространяющиеся до Китая. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик. Продолжение следует... Продолжение следует...